Добрый день, дамы и господа! Сегодня у нас 1 апреля 2019 года 1 апреля, надо шутить, но что-то шутить мне не хочется сегодня Микрофон Леон Вайнстайм Сегодня я хочу поговорить о том, какие новые герои появляются у нас в Америке После смерти сенатора МакКейна, его лучший друг, сенатор Линдси Грэм Вышел из тени своего старшего товарища и стал четким и жестким защитником, я бы сказал, консервативной политики президента Трампа Даже, наверное, не защитником Трампа, а человеком, имеющим близкие по духу к трамповским идеям Может быть без гениальности Трампа как стратега, но с умением донести эти идеи как до республиканцев, так на самом деле и до демократии Грэм довольно уникальный человек, у него безупречная совершенно репутация Среди политиков это практически не бывает Никогда не ловили ни на вране, ни на обмане, ни на подтасовке Если он меняет на что-то позицию, то он неведенно об этом заявляет и объясняет, почему он ее поменял Отчетливо и, в общем, так, чтобы было понятно всем и рассказывая, в чем он ошибался или что изменилось за последнее время Став с начала 2019 года председателем Комитета Сената по юриспруденции Грахам четко определил свою и большинство, кстати, консервативного и либеритарианского крыла республиканской партии Позицию по сегодняшним вопросам и проблемам Америки в областях, за которые отвечает его Сенатский комитет Во-первых, Грахам несколько раз встречался с генпрокурором Баром И оба они обескуражены, как сказал Грахам, и обеспокоены тем, как велось расследование дел Хиллари Клинтон Или, вернее, дел Хиллари Клинтон в преддверии выборов 2016 года Я не предлагаю, как он сказал, на этом этапе снова расследовать Хиллари Но мы обязаны расследовать тех, кто расследовал ее, ее избирательную компанию Фонд Клинтонов, значит, уничтоженные имейлы И сотрудников, значит, соответственно, тех сотрудников, которые били молотками телефоны и вравшими в Конгрессе И делать это НАТО таким же точно образом, сказал он, как Мюллер делал расследование Трампа и его избирательную компанию Значит, так много вопросов с этими, с уничтоженными телефонами Неясно, почему не задокументированы были интервью с Хиллари То есть, как бы, она должна была под присягой поднять руку, поклясться, говорить правду-правду и ничего, кроме правды А потом, так сказать, можно было бы это проверять, но никто не записывал, никто не заставлял ее клясться Вообще, при допросе почему-то присутствовали какие-то ее сотрудники и юристы Что вообще абсолютно, так сказать, фантастически Вот, кроме того, я хочу понять, сказал он, кто, как бы, просунул силовикам Соединенных Штатов Америки непроверенное досье До сих пор, кстати, неподтвержденное Почему при обращении в суд оно было, значит, как бы подано, как утвержденное, проверенное, подтвержденное Значит, и никто не сообщил, что это на самом деле, это, что называется, оппозиция Трампу делала это исследование и оплатила его И вот это досье, так сказать, никем, как бы, неподтвержденное Явел с основанием того, что за Трампом и его людьми стали следить Еще Грахам хочет понять, как Билл Клинтон прилетел на своем самолете в аэропорт Это довольно, так сказать, дальний аэропорт, в котором вот таким странным образом прилетела тот же момент Тогдашний генпрокурор Лоретта Линч И, значит, кто организовал их тайную встречу, которая совершенно случайно раскрылась Потому что мимо, что называется, пробегал местный репортер Очень удивился, увидев Клинтона, издалека за ним проследил и сделал пару фотографий Вот, 40 минут они о чем-то разговаривали Когда их спросили, о чем они сказали, о внуках и теннисе Ну, о внуках и теннисе Вот, как бы, так сказать, делать крюк, садиться на этот аэропорт Бежать к ней тайно в самолет, там, говорит 40 минут о внуках и теннисе Немножко странно А почему вдруг Белый дом перед самым Это, я продолжаю, вот, вопросы, которые задавал, значит, Грахам Почему Белый дом перед самыми выборами занялся выяснением личностей, значит, у избирательной компании Трампа Которые имели контакты с иностранцами Значит, на 300% у вас такая процедура анмаскинг То есть снятие маски, значит, с того, кто разговаривал о чем с иностранцами Обычно просто пишут, что это, так сказать, гражданин США 1 или гражданин США 179 А искрывают под этой маской имя Вдруг, значит, и когда что-то нужно, что-то надо выяснить Надо специальную форму Надо подать заявление, чтобы оно было подписано высокопоставленным там чиновникам Тогда суд разрешает вот снять эту маску И сказать, что, значит, там, человек, так сказать, американский гражданин 174 На самом деле это вот такой-то Иванов, Петров, Сидоров или Смит Так вот, на 300% вдруг увеличились вот эти заявки на то, чтобы снимать маски с сотрудников Трампа Трампа-организации Трампа и избирательной компании Трампа То есть когда он начал выигрывать выборы Вот, значит, то есть нужно понять, кто и почему стал обнародовать И пускать, что называется, в народ имена тех людей, которые, значит, общались с иностранцами Чем-то напоминает мне СССР Их, значит, прослушивание любых разговоров по телефону С любыми представителями, так называемых, западных стран Вот, ну, кто не в курсе, спросите у своих старших друзей или родителей По мнению Грахама, ЦРУ, НСА и ФБР действовало не по закону А исходя из политических интересов руководителей этих организаций Они хотели, чтобы Клинтон выиграл, а Трамп проиграл И, значит, выступали на ее стороне То есть они боролись незаконными средствами за то, чтобы выбрали человека, которого они хотели А не народ Америки просунуть в президенты Вот, о переговорах с Китаем Грахам сказал, что наконец-то в США появился политик с яйцами Значит, который не боится падения популярности и временных трудностей Для того, чтобы заставить, ну, скажем так, обманывающий у нас на каждом шагу Значит, торгового партнера Изменить свое поведение Он также подтвердил, что Сенат поддерживает Трампа В его заявлении, что те страны, которые приобретут у китайского концерна Huawei Коммуникационное оборудование 5G Прекрасное, лучшее в мире у них, да Но уже доказано, что оно, значит, шпионит за всем, за окружающей средой Значит, за военно-экономической деятельностью всех окружающих там предприятий И США будет резко сокращать торговые и военные связи Будто партнер по НАТО или вообще кто угодно США не может допустить в наши военные объекты Технические средства, которые изготовлены, чтобы шпионить Даже если они очень хорошие Будем сами изготавливать Не хуже, а может быть лучше И США будет сохранять, так сказать, сохранять позицию Мы не будем делать бизнес с фирмами Которые этой техникой будут пользоваться Потому что все то, что мы будем им передавать О чем мы будем с ними разговаривать Будет тут же известно китайской разведке Вот, насчет мексиканской границы Это еще один момент важный сейчас для США Уже давно важный Игракам имеет абсолютно четкие взгляды К нам, сказал он, идут по 100 тысяч человек в месяц К границе Все идут через Мексику Даже если начали они свою дорогу не из Мексики, а из других стран Где им представляют автобусы Везут к нашей границе Там их снабжают детьми И берут по 7 тысяч долларов, значит, с носа И запускают на нашу территорию Вот, у нас нет стены, у нас нет преграды И они, значит, у нас нет закона, по которому мы можем, так сказать, действовать Потому что все, что мы делаем, там, силовое Немедленно пограничников обвиняют и Трампа в том, что он превышает свои полномочия И они свободным потоком просто вливаются в США Люди без образования, ничего в новой экономике не умеющие В большинстве способные только быть садовниками или рыть канавы Вот, и у нас таких уже миллионы, кстати То есть они едут за работой А на самом деле работ не так много Они отнимают работу уже у тех, которые находятся здесь Если те, которые здесь законные, то они идут на всякие, там, так сказать, по безработице получают Там, по бедности получают, там, и прочее, и прочее То есть вместо того, чтобы остановить этот поток Мы все больше и больше и больше людей запускаем Которые в финале садятся нам же на шею Вот, значит, кроме всего прочего, значит, мы их лечим, да Так сказать, мы не можем из госпиталя взять и выгнать человека Конечно, пришел с какой-то там проблемой Как в Англии делают или в Канаде Если вы не знали Вот А кроме того, мы учим их детей И на самом деле, да, платим в той или иной форме им какие-то пособия Мы не можем не закрыть границу Мы обязаны это сделать Значит, это будет нам стоить миллиарды Если мы просто перекроем границу И никого не будем пускать туда-сюда Но остановят миллион непрошенных гостей в год Вот, значит, которые приходят с болезнями Которые в Америке давно увеличились, начинают эпидемии С наркотиками, которые они тащат С насилием банды сюда И с торговлей женщинами и детьми Вот, и не способные совершенно существовать в новой экономике В Соединенных Штатах Америки То есть мы просто берем людей Пускаем людей, которые будут садиться нам на шею Даже если эти конкретные люди будут работать Они выкинут кого-то другого с рабочих мест Неквалифицированных Как и те сядут нам на шею Вот Насчет выборов, значит, 20-го года Грамм сказал, что демократы Продвигающие идею медикэм для всех То есть медицина, значит, практически бесплатное Медицинское обслуживание Значит, всеми медицинскими нуждами Всего населения Соединенных Штатов Америки Включая нелегалов Это значит полностью разрушить Нашу систему медицинского обслуживания Предназначенную для пенсионеров и инвалидов Она придумана была для пенсионеров и инвалидов И если взять ее, расширить на всех Она потеряет смысл И что произойдет? Как только десятки миллионов пойдут лечиться бесплатно Значит, пропадут современные и дорогие лекарства Невозможно всем обеспечить, да? Современные и дорогие методы лечения Остается базовая медицина с препаратами И, я не знаю, там, наверное, начало 20-го века Может быть, середина 20-го года 20-го века Мне нравятся программы действий и система взглядов сенатора Грама Я раньше относился к нему достаточно настороженно Считая, что он эдакий подпевал его МакКейна Но чем больше я узнаю о нем О нем, как я уже сказал, вышедшего из-под тени своего, так сказать, влияния Может быть, своего старшего товарища И, так сказать, примера для, может быть, подражания для него Вот А чем больше я узнаю о нем Тем больше уважения к нему у меня появляется Пожалуй, я включу его в тройку моих любимых сенаторов США Значит, первый это Рэд Пол Второй Тед Круз Ну, а третий вот сейчас будет, значит, сенатор Лесли Грахом С другой стороны, с обратной стороны, я бы сказал, спектра Значит, недавно избранная в Конгресс дама Ильхан Омар Значит, в дополнение к откровенно антисемитским высказываниям Она оказалась, значит, на встрече с журналистами Где она практически отказалась отвечать на вопросы То есть, как она относится к новому закону в государстве, например, Бруней В том, что у пойманных гомосексуалистов будут публично отрезать гнеталии Даже если пойманные будут детского возраста Значит, и заявление Верховного Мулы, того же Бруней О том, что это делается в строгом соответствии с законом шариата Значит, ответ был повторен к ее офису Вместо ответа на этот вопрос, значит, офис молодой генеризменши Заявил, что разделять родителей и детей на границы США-Мексика Это негуманно И сдерживать людей, которые просто хотят перейти границу и жить в США Это преступление Следующий вопрос, значит, был задан Ильхан Омар по поводу 20 ракет Которые, значит, Хамас только что запустил на... В сторону жилых кварталов Израиля Значит, пытаясь бомбить гражданские точки, гражданские объекты На вопрос, являются ли они запуск этих ракет, значит, гуманным и законным Журналисты не получили, опять же, никакого ответа Несмотря на повторение этого вопроса несколько раз Вот так мы и живем в Америке Значит, где демократ, член Комитета Конгресса по международной политике Не больше, не меньше как Считает, что отрезать половые органы у мальчиков Ну, там, скажем, забивать женщину камнями И стрелять по евреям, значит, по детским садам, школам, там, ресторанам, универвагам Значит, это гуманно А не пускать через границу с США миллионы незваных гостей Значит, негуманно И является преступлением против человечества Ну, можете ли вы себе такое представить? Могли ли бы мы себе такое представить еще несколько лет тому назад? У меня полное ощущение жизни в каком-то сумасшедшем доме Где минимум половина населения называют черное белым, а белое кругленьким Ноль логики никакой Абсолютное зазеркалье, значит, орвал Если это говорим мы, то это верно А если это то же самое, абсолютно До буквы и до интонации говорят там «они», то это полное вранье А при этом, значит, политики, журналисты И просто люди, с которыми там сталкиваешься, судьба сталкивает Так говорят в одном предложении, на одном дыхании, значит, что На то, что трамп мужской компании там в бане сказал, что женщины на него падают как мухи Это ужасно А то, что Билл Клинтон заводил в овальный кабинет 19-летнюю, значит, стажершу Закрывал двери, трахал ее там, извиняюсь, а потом приглашал ждущих за дверью секретаршей гостей А она, так сказать, выходила, растрепанная оттуда, белого дома То это нормально Ну или то, что он изнасиловал по крайней мере четырех женщин Которые жаловались, сразу же пошли бежать жаловаться Были следы, было то, было все Это тоже нормально Ну что ж, он хороший человек, почему никого не изнасиловал, а не лгуни Вот говорят, что если там против Кавано, судьи Кавано, значит Делается обвинение, что когда он был там 17-летним, по-моему, мальчиком Значит, он там целовал девочку, которая не хотела, лежал на ней и там, так сказать, гладил ее и трогал Хотя он утверждает, нет ни одного свидетеля Абсолютно вся его жизнь после этого подтверждает, что ничего подобного он никогда не делал Даже ничего подобного Просто образец такой, до нудности образец такой семейный, благородный такой, так сказать, папаша Муж, я не знаю, воспитатель, сладкий, что называется, сладкий сироп, да Вот, он абсолютно точно монстр Вот, а, например, губернатор, вице-губернатор и генпрокурор штата Вирджиния, все демократы Значит, один избивал женщин, другой, значит, издевался над черными Третье делал что-то еще, так сказать, я уже не помню что-то ужасное Вот, несмотря на факты, несмотря на фотографии, несмотря на свидетельства очевидцев Это поклеп республиканцев Вот, ну, ни грамма правды в этом нет, да А фотографии есть, и факты, и люди А правда нет, да Если там Ильхан Амар, не переставая распространяет антисемитские лозунги То она не знает, что творит, как там объясняют А президент Трамп, сказавший, что среди защитников Как защитников, так и противников конной статуи генерала Ли в парке Были порядочные, хорошие люди То он, значит, он защитник фашистов Значит, и сам оголтелый, бледнокожий националист Я не знаю там, что еще Вот, те, кто говорят, что по цвету кожи надо отбирать актеров на роли Принимать студентов в университеты Предоставлять преференции по приему на работу Только вот, если они говорят, что преимущество надо давать черным То, значит, они герои Отечества А если, не дай бог, они говорят, что белым Или, например, говорят, что ни тем, ни другим То они, значит, вот, рабовладельцы, нацисты И их надо линчевать И уж, не дай бог, кто-то заикнется, что мужчины хоть чем-то отличаются от женщин Вот, его в Голливуде просто уволят с работы по этому поводу Но почему-то, значит, сцены они все-таки делают, обнажают женщин бегать туда-сюда А если ты считаешь, что в Библии написано, что брак – это моногамные отношения мужчины и женщины А не трех женщин, или не мальчика и козы, например То ты ретроград, дебил И тебя надо отправить в лагеря для перевоспитания Уже не говоря о том, что если ты белый мужчина, значит, старше среднего возраста То ты точно рабовладелец И тебя надо, я не знаю, там, отнять у тебя все и поделить Шизею я, мои дорогие соотечественники и однопланетяне Кажется, никогда, вот, никогда бы не поверил Что такое может случиться в потрясающей, великолепной, процветающей стране Под названием Соединенные Штаты Америки Кажется, что Бог решил наказать род людской Отняв у него разум Вот, а может, они правы? Может, это мы сумасшедшие? До следующих встреч, до свидания